Это последний в Росаше народный туалет. Поскольку в историческом центре города нет ни одного бесплатного туалета, то естественно люди, которым приспичило, это могут быть и с детишками, и могут быть старики, и они ищут укромный уголок. И вот я решил его закрыть. Люди лишатся последней возможности справить свою большую и малую нужду. Здесь некоторые товарищи и пьют, и сразу же отливают. А в интернете ходят слухи о том, что Мишанков не может расстаться со своим персональным туалетом, который был у него в то время, когда он был главой района. Так вот, я думаю, может быть зря накинулись на Мишанкова. Может быть у человека недержание мочи, может быть страдает запорами. Может быть приступы поноса бывают. Всякое может быть. Поэтому если Мишанков представит общественности справку, даже без указания диагноза, потому что это врачебная тайна, а просто врач напишет, что ему по состоянию здоровья требуется унитаз в полушаговой доступности, то мы можем ему это как бы простить. Но если врач не даст такую справку, то скорее всего ему надо брать справку о том, что у него потеря совести, хроническая наглость и пренебрежение интересами жителей Росоши. Вот в этом сквере можно построить небольшой красивый цивилизованный туалет. Здесь есть рядом вода, электричество, канализация. И люди могли бы здесь в историческом центре, потому что здесь магазины, банки, рынки, без проблем сходить в туалет. Рядом автостанция, там тоже есть туалет типа сортир. Да, он вроде с водой и с канализацией, но состояние его еще с советских времен ничего не изменилось. Поэтому я думаю, что Мишанкову надо такую справочку представить, что у него проблемы со здоровьем. И если все нормально, то надо еще как бы подумать. Но если такой справки не будет, то его просто надо гнать поганой метлой не только с должности главы района, а и с соседнего кабинета, куда он проломил дверь, чтобы сохранить за собой персональную комнату отдыха с персональным унитазом. Все, на этом, я думаю, надо заканчивать. Здесь, кстати, за углом тоже, извините, наложено две большие кучи, потому что люди нашли темный уголок, и им некуда сходить. И так вот во всем историческом центре Россоши, города воинской доблести Россош.